и снова привет друзья добро пожаловать на наш канал и к нам домой ровно год прошел с момента нашего ремонта вкратце расскажу мы купили квартиру два года назад в хрущевке в санкт-петербурге в панельном доме пятиэтажки 1967 года постройки это двушка 45 квадратов мы сделали год назад ремонт в ней и весь процесс ремонта показывали вам все есть у нас в плейлисте на нашем канале пожалуйста посмотрите полностью весь обзор ремонта и мы обещали также снять вам спустя какое-то время итоговый результат уже вместе с нашим декором с нашей мебелью все как мы обставили и рассказать подробненько откуда что где мы купили и давайте начнем проведу вам небольшой экскурсии по нашей квартирке ну что ж проходим из коридора в гостиную ну во первых обращаю ваше внимание на эту картину мы ее нарисовали сами процесс нарисовки этой картины мы выложили на наш канал в яндекс джене поэтому подписывайтесь ссылочки под описанием к видео оставляю подписывайтесь и смотрите как мы еще рисовали сами мы не художники это был наш первый опыт такого вот искусства очень долго не могли ничего подобрать сюда вот на стену хотели две картины сначала потом одну большую и поняли что лучше тогда нарисуем сами раз ничего не можем подобрать и купить дальше здесь у нас вот стоит такое дерево красивое для него еще не хватает какой-то подставочки потому что она вот видите немножечко низковато стоит хочется его поднять подставочку тоже оказывается очень тяжело найти какие-то такие необычные штучки индивидуальные для интерьера поэтому пока в поисках пока в поисках это дерево называется шефлера стоит вот в таком горшке по поводу растений цветов которые у нас есть дома тоже буду говорить вдруг кому-то сразу интересно про картину рассказала этот торшер обычные и киевские хочется конечно что-то уже поинтереснее сюда но пусть пока стоит раз он есть диван про диван еще расскажу чуть попозже в конце видео когда буду перечислять плюсы и минусы нашего ремонта и в целом квартиры в хрущевке теперь с этой стороны взглянем на гостиную год назад я вас спрашивала что можно придумать вот сюда какие полочки поставить чтобы оставался проход на между диваном из коридора сюда хорошие все полки были очень широкие поэтому не могли ничего долго подобрать но нас после вот такие вот мини полочки из икеи покажу поближе мы их просто составили из 4 отдельные полочки и у нас получилась вот такая вот тумба так сказать под плазмой здесь у нас хорошо вписался xbox на кинок стоит на плазме иногда играем здесь мы поставили гипсовую руку раскрашивали ее тоже сами а вместе когда рисовали картину книжечки пластиночки которые мы покупали тоже кстати на яндексе с видео как мы их купили на блошином рынке практически все пластиночки с блошиного рынка полочку можно так вот это двинуть придвинуть можно их соединить между собой можно их повесить на стены хорошо у нас писался здесь проигрыватель для пластинок и снова книжечки по моему идеальный получился конструктор из полочек также очень долго выбирали какие же сюда повесить лампы люстры до лампы чтобы подсветить картину люстру чтобы вписывалась весь интерьер в итоге люстра нам сделали на заказ а лампы мы купили пике пройдемте на кухню про кухню очень подробненько рассказывала кстати вот наш канал есть по порядку все части ремонт квартиры наши про гардероб отдельно и вот отдельно стильная кухня за 20000 рублей оставлю ссылочку тоже пожалуйста смотрите переходите кухня у нас тоже и киевская но я постаралась и нашла для вас ссылочку кухни очень похожей возможно по размеру чуть поменьше нужно смотреть индивидуально даже подешевле в макси доме что по кухне еще какие были у нас тут сложности самое сложное было подобрать стол очень долго мы жили с другим низким столом это барный стол мы прям хотели барный искали везде но нашли только в икее успели заскочить так сказать последний вагон и купили в икее барный стол с барными стульями буквально на днях купили только тут плазму повесили на крепление к стене жили долго без нее мы поняли что хотим чтобы здесь была плазма здесь реклама нашего канала подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки рады любой вашей активности пишите комментарии лампа висит повесили ее нам очень понравилось что висит прям вот близко к барной стойке но когда повесили плазму понимаем что она здесь уже не очень в тему и нужно искать какую-то плоскую возможно повыше поэтому что-то будем здесь еще придумывать но плазма двигается туда-сюда поэтому повернуть проблем там посмотреть ее телевизор нет проблем здесь стоит фикус фикус у нас очень медленно рос почему-то целый год пытался вырасти и вот за лето поднялся чуть-чуть хотя бы поэтому будем продолжать вырасти дальше проходим дальше на кухню и здесь у нас в нише стоит холодильник это было самое лучшее наверное решение придумать для холодильника такую нишу здесь у нас вот такая полочка тоже из икеи купили как-то ее для гардероба но поняли что нам на кухне не хватает какой-то детальки да именно здесь так как здесь было пусто здесь у нас была розетка продумана думали сначала сделать угловую кухню но когда решили что нам хватит такой поняли что здесь нужно какую-то тумбу тоже узкую да чтобы проходить к мойке решили поставить вот сюда вот эту вот полку так это у нас картина с алиэкспресса просто купили здесь арома палочки это настоящая кстати раковина эту картину писал художник покупали в великом новгороде очень давно вот здесь ничего такого кофемашина чайник вот там розеточка у нас есть сзади приправы специи немножечко чтобы куда-то эти баночки поставить и вот так вот стоит эта полочка гармонично и вот холодильник на самом деле очень довольны что решили все-таки купить барный стол боялись что некомфортно будет например родителям когда они будут приезжать к нам в гости но оказалось что это просто замечательное решение и родители сказали что очень удобно про кухню подробно больше не буду рассказывать потому что рассказывала остальные детали подробности по технике что в шкафах находится в видео про ремонт кухни посмотрим что у нас есть в этой части квартиры получается вы сейчас стоите в гостиной здесь кухня там спальня здесь такой небольшой у нас проход там у нас балкон застеклять его мы решили не застеклять об этом чуть позже расскажу что у нас здесь полочки есть красивые на которых стоят книги наши любимые коллекция наших ретро фотоаппаратов сейчас поближе покажу расскажу и на верхней полочке коллекция marvel вот это самый старый фотоаппарат из нашей коллекции он с блощиного рынка на уделке в петербурге 1937 года он примерно такой вот необычный красивый это тоже очень интересный кодек электро что тут есть это современный тут смены еще есть зенит фэт полароид альберт стоит тут с картиной пока ему больше не нашли место куда поставить картину нарисовала петербургская художница нам очень нравится она но мне кажется уже не очень вписывается в весь наш интерьер хочется что-то сейчас другое туда уже поставить но нам она досталась подарок поэтому вот практически уже в год стоит и мы наслаждаемся и наш любимый вид из окна честно говоря это по моему лучшее что можно видеть когда у тебя квартира в центре города только у нас собственный сад дальше у нас здесь еще свои цветочки опять эти горшочки да такие же как по всей квартире это монстера да все знают в таком мини формате она называется по моему monkey монстера monkey это денежное дерево тут еще вот у нас картина такая и и нам подарил художник рома бантик из екатеринбурга очень талантливый молодой художник в 2019 году картина называется человек и осталось посмотреть спальню тире кабинет тире гардероб все там за это небольшой занавеской по поводу того что здесь нет двери я тоже расскажу сейчас когда буду говорить про плюсы минусы квартиры но у нас здесь вот такая вот занавесочка таком бога стиле с алиэкспресса если что мы под нее делали принципе люстру чтобы они смотрелись гармонично и очень нам нравится как вот это вот все в цветовой в цветовой гамме смотрится отлично вместе с диваном ну проходим смотрите в чем у нас тут фишечка наверное в этом зеркале посмотрите какой объем создает зеркало кажется что квартира бесконечная да нам очень нравится что мы здесь поставили зеркало дальше проходим здесь у нас прекрасный опять вид красивое окно это замя кулькас свеженький новенький вот такой большой тоже стоит в горшке как его по всей остальной квартире это такая небольшая символическая картина да можно сказать она и правда из ткани тоже с алиэкспресса это я привозила в орган даньки с байкала гитарка стоит наша здесь олега фрэнс на настоящий набор лига фрэнс вот это же обратите внимание такая же по тумбочка полочка тумбочка как и в гостиной под плазмой стоят такие же точно только белого цвета и тут у нас сразу справа импровизированный кабинет на рабочий стол с принтером все очень удобно сюда еще хотим повесить доску у нас есть магнитно-маркерная доска она сюда идеально впишется тут картина байданя маслом рисовал и осень наступает стол и стол кстати тоже из икеи лампа из макси дома шторы тоже языке не знаю что многих это будет интересовать а с левой стороны как входим в спальню у нас вот такая вот старая ретро швейная машинка до открывать показывать не буду и племяшка подарил мягкие игрушки такие вещи на наш взгляд делают дом уютнее особенно такое место как спальня здесь у нас висят картины картины молодого московского художника сергей галантер по поводу кровати еще хочется сказать кажется что она выглядит небольшой совсем до спальне видели от кого-то в комментариях к предыдущим видео по ремонту на самом деле она большая кому интересен секрет счастливой семейной жизни наш совет наш секрет покупайте широкие кровати потому что каждый любит свободу каждый любит личное пространство поэтому мы выбирали широкую кровать и очень счастливы что у нас она такая и еще у каждого должна быть в семье подушка и не одна в идеале по 2 сегодня на одной спи и завтра другой чтобы было комфортно чтобы ты приходил домой в спальню на кровати радовался что у тебя все уютно все как ты любишь и у каждого должно быть свое одеяло вот наши секреты счастливой семейной жизни здесь еще у нас . там говорится картина из талина и тут у нас гардеробная гардеробная про гардеробную снимали тоже подробное видео где покупали гардероб как выглядит сколько стоит все смотрите пожалуйста все есть у нас в плейлисте ремонт квартиры ну и давайте еще подытожим и расскажу плюсы и минусы нашего вообще ремонта и вообще жизни в хрущевке начнем с плюсов плюс что мы покрасили стены краской не стали клеить обои у нас есть собака которая может приходить грязная с улицы которая может пачкать стены которая кушает еду и опять же может пачкать поэтому очень здорово что можно взять протереть краску и все ну или на крайний случай если что-то сотрется где-то там что-то поцарапалось на стене можно взять и закрасить да ну при условии что вы у вас осталась краска и вы оставили ее ты как будто бы покраской стен можешь выразить немножечко себя свое так сказать восприятие мира и сделать сам декор дома какой ты хочешь и в том стиле в котором ты хочешь которым тебе будет уютно жить который ты будешь приходить и больше наслаждаться тем что ты видишь вот поэтому покраска стен это плюс следующий плюс в целом нашей квартиры это ее район вот обратите внимание на звуки что-нибудь слышите вот и так практически 24 на 7 ничего не слышно и это при условии что мы живем на проспекте тут с одной стороны но с другой стороны у нас проспекта нету но он в принципе тут не сильно далеко поэтому район у нас вы видите сколько зелени а сколько у нас тут парков можно гулять с собакой где хочешь это раз с детьми можно гулять это два но я кстати подробно описала плюсы-минусы нашего района также в статье у нас есть в сообществе ссылочка до либо нашем канале на яндекс цене можете посмотреть ссылочка будет в описании к видео там подробно прям вот про все вот такие вещи что у нас тут много садиков много школ много лицеев очень приятные люди в целом и соседи все приятные никакой живности нету хотя дом старый следующий важный момент по поводу дверей нашей квартире был комментарий да под предыдущими видео по поводу двери вот у нас нету двери на вы уже позаметили между гостиной и спальней мы очень этому раду рады у нас квартире всего три двери это там входная балконная и ванна туалет да многие скажут что когда будет дети больше по-другому но когда будут дети тогда надо будет думать скорее всего уже что-то побольше каком-то жилье до либо доме потому что в любом случае ребенку нужно будет рано или поздно нужно будет своя комната с видимо отдельные дверью поэтому пока нам очень нравится как у нас все здесь продумано что еще нам нравится очень нашей квартире так это наш большой диван вы обратили на него внимание наверняка сначала мы думали продать диван потому что думали что будет маленький проход из-за вот этой выпирающей детали между коридором и гостиной но мы нашли решение в виде коротких вот этих вот тумбочек до под телевизором и особенно прикольно он стал смотреться кстати когда мы покрасили стены вот в такой вот синий до цвет и за счет того что диван светлый это все стало очень контрастно и гармонично смотреться поэтому еще один плюс нашей квартире это большой диван еще по комментариям немножечко пройдусь по поводу шкафов и гардеробной нашей открытой системы да вы уже видели шкафов у нас сам жили в квартире вообще нет получается у нас один только комод гардеробный все остальное у нас открытое до в кладовке у нас открытые полочки и вешалки гардеробный весь открыт гардеробная система все открыто уже не раз говорили что стараемся жить в минимализме и меньше всего покупать особенно из вещей единственное что наверное такое за год глобально прибавилось у нас и большое это сап серфинг но при условии даже если у нас был шкаф то это такой предмет вещь которую сложно где-либо хранить квартире но у нас она все равно влезет в сап серфинг влезет в кладовку поэтому стараемся так меньше всего покупать и поэтому нам хватает места и поэтому нам не нужны шкафы чтобы мы докупили квартиру до из техники пожалуй это кондиционер потому что петербурге последние два года лет становится очень подозрительно жарким и уже все говорят местные что пора ставить квартиры кондиционеры хотя раньше можно было не задумываясь не ставить петербурге кондиционер вообще теперь пожалуй все таки придется его поставить у нас есть для этого места по поводу балкона открытого нам мы родители настойчиво говорят что нужно его застеклить но честно говоря мы не находим ни одной причины зачем его застеклять чтобы туда складировать все но он у нас небольшой чтобы там даже что-то складировать у нас там лежит только резина зимняя сейчас потом будет лежать наоборот летние до зимой но у нас это больше ничего не не влезет и так даже если мы его застеклим а если застеклим то мы испортим так сказать весь этот наш вид прекрасный на сад на зелень зимой тут тоже все в снегу очень красиво поэтому мы не нашли причины застеклять балкон нам все нравится еще хочется сказать прикол у нас два телевизора да у нас нет телевидения подключенного мы специально отключили телевидение которое здесь до по дому так сказать распределено у нас есть только яндекс плюс мы пользуемся только яндекс плюс и смотрим соответственно там кинопоисками а медиатеку и на этом пожалуй все сегодняшнее видео подходит концу рада была провести вам экскурсию по нашей квартире оставайтесь на нашем канале подписывайтесь в следующем видео обязательно расскажем вам что-нибудь интересны и и и Субтитры подогнал «Симон»